Ребята, привет! Сегодня у нас очередная серия про нашу крышу. Как вы видите, мы на нашу фанеру приклеили вот такие ребрышки. Обратно ребрышки. Для чего мы это делаем? Для стабильности нашей крыши. Наша крыша состоит из четырех фанер внутренних и четырех фанер внешних. Производитель, который нам поставил эти фанеры, он не может нам предоставить широкую, огромную фанеру, чтобы мы просто смогли спереди до заду просто положить и прикрепить. Что у нас? У нас метр двадцать. И из-за этого у нас получилось четыре фанеры. Из-за этого у нас и маленькие проблемы со стыками, потому что стыки должны быть идеальными, потому что мы не хочем никакого профиля между стыками вклеивать дополнительные. Вот. Ну, сейчас мы вам покажем, как мы не укрепим, как она у нас ложится. Также мы продвигаемся дальше. Мы вам покажем в этой серии про наши рундуки, как это мы себе представляем, как мы движемся. Ребята, как вы видите, мы положили нашу фанеру с нашими ребрышками на наш каркас. Сейчас мы будем эту фанеру прикреплять уже к нашим стеночкам. Как мы это будем делать? Мы сделали вот такие заготовочки. В этих заготовочках, как вы видите, есть пропилы. И также есть здесь такие дырочки. Когда мы вот эту заготовочку положим на эту фанеру и прикрутим в нее, она просто будет облегать и плотно придавлять нашу фанеру к нашему каркасу, к нашим стенкам. Сейчас мы вам это покажем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ой, ребята, что-то я замечтался. Был неделю назад на море. Так было классно. Тепло. Ну, скоро мы достроим наш рецепт, нашу каплю. Я думаю, что мы обратно увидим море. Как вы видите, у нас уже крыша. Но она у нас получилась очень хорошо. Даже у нас каждый стик, который мы считали проблемой, получился хороший, да? Так же, как вы видите, я могу просто прислониться к нашей стеночке, и она не прогибается, и она не прогибается. Это просто классно. То, что мы мечтали. На эту облицовочку, которую мы уже приделали, мы, конечно, еще стекловолокно положим, зальем это все эпоксидом, и он у нас еще создаст дополнительную стабильность. Вот. Так же, как вы видите, мы поставили дверь, чтобы посмотреть, как это вообще у нас все выглядит. Я думаю, все очень классно. Так же, я хочу вам рассказать про наши рундуки. Мы справа и слева от нашего прицепа будем делать рундуки. Я уже съездил, купил чуть-чуть фанерок, уже начал пилить, и надеюсь, что на следующей неделе мы вам что-нибудь покажем. У нас там, где рундуки, находятся отверстия для колесов, потому что у нас колеса стоят прямо внутри прицепа. Как это мы себе представляем, как это все будет выглядеть, я вам сейчас расскажу. Ребята, о рундуках. Как я уже сказал, слева и справа у нас рундуки. Там, где у нас находятся рундуки, у нас и колесо. Я поехал сегодня фанерочки, купил, как я уже сказал. И будем мы делать здесь, справа и слева коробку вот такую. У нас получается рундук по высоте 22 сантиметра. Как вы видите, он у нас будет квадратный. И здесь мы сделаем такой маленький скос, чтобы, когда будем залезать, чтобы мы себя не поранили в острые углы. Он у нас будет полностью открываться. Там справа будут провода все, электрический узел. И также этот рундук будет продолжаться дальше идти, около двери. Здесь вы можете увидеть, он у нас будет идти вот здесь дальше. Это, конечно, красиво будет вот так срезано. Мы красивый радиус возьмем. Может быть, копия такой же радиус возьмем. Может быть, всего 5 сантиметров. Посмотрим. Я потом прикину, нарисую, и потом уже решу. Также будет вот здесь маленький рундук. Когда, в общем, залазите, можно будет сюда сесть, рассуться и отдыхать. По матрасу. Какой у нас матрас? Всем интересно, ширина матраса, которая здесь будет лежать. Ширина матраса у нас метр тридцать. И, как мы себе мечтали, так у нас и получилось, что у нас 2 метра получилось. В общем, мы можем вытянуться в этом прицепе и чувствовать себя очень хорошо. Ребята, у нас на сегодня все. Спасибо, что вы были на нашем канале. Приходите еще. Подписывайтесь. Вставьте колокольчики. И до следующего раза. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok